Цель и задачи. Выявление причинения по улучшению вселенной законы оборота алкогольной воспроизводительной продукции. Проведение мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Предупреждение причинения мошенничества. Получив короткие инструкции, полицейские отправляются в рейд. В этот раз в поле их зрения попадают в заведения общепита, в особенности пивнушки и наливайки, потому что в кафе и рестораны в основном ходят люди ответственные. А вот в рюмочных контингент особенный. Тем не менее, требование к полицейским – корректность по отношению к каждому гражданину. Прошу вас при несении службы вежливо и корректно обращаться к гражданам, проводить правосистские мероприятия по масочному режиму, по мошенничеству. Несмотря на то, что общепита открыли, есть определенные требования к посетителям. И хотя многие склоняются к мысли, что посещать заведения в масках не очень удобно, закон есть закон. А согласно постановлению правительства Саратовской области, посетители общепита должны иметь при себе маски. Восстановление правительства в Саратовской области от 26 марта… Перчатки можно носить, да? Да, у нас сказано о масочном режиме. И в соответствии с изменениями от 17 августа до 2020 года масочный режим у нас… В наливайках жизнь бурлит. И жалко, что в рейде не было представителей отдела потребительского рынка АБМР, потому что они могли бы ответить еще на один вопрос – а оформлены ли данные рюмошные, как объекты общепита. Ведь зачастую по документам это объекты торговли, которые ради прибыли отпускают клиентам спиртное на разлив. Особое внимание наливайкам, которые расположены в домах. Многие из них мешают спокойно жить гражданам, потому что посетители под градусом здесь шумят до поздней ночи. Тем не менее, продавцы всеми силами защищают своих клиентов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А почему у нас посетители без масок находятся? А как вам видно? А они полтора, через полтора месяца сидят. Полтора месяца, через полтора. У нас, соответственно, в состоянии правительства Саратовской области. А вот маски. Вот маски, вот. А находятся без масок. Ну, сняли, они едят. Они далеко, едят. У нас составляется административный материал на данных граждан. В любом случае у нас фото и видео фиксация имеется о правонарушении. Кроме этого, полицейские посетили объекты торговли алкогольной продукцией. И там предупредили продавцов о мошенничестве, вручили им памятки, а также напомнили о фальшивых купюрах, которыми могут расплатиться покупатели. Если с вами расплачиваются купюрами, проверяйте. Фальшивые. Это мне дали 50 рублей, я ее приняла. Повесила вот сюда себе, чтобы знать, что к чему дали. По итогам рейда участники профилактического мероприятия сделали некоторые выводы. На некоторых граждан были составлены административные материалы в нарушении постановления правительства Саратовской области, номер 208-п 26 марта 2020 года. Данный административный материал будет передан в районы суд для дальнейшего рассмотрения в соответствии со статьей 20.6 прим. 1 кодекс административного правонарушения Российской Федерации. Кроме того, выявили, что в одной из парковых точек не имеется журнала, в который должны заноситься серия купюры, номер ее, дата и время. Данное внесение сведений облегчит выявление лиц, которые будут заподозрены в распространении фальшивых денежных знаков. Забыл маску, зашел только цену глянуть и поэтому не надел ее. Я считаю бессмысленным данные ограничительные меры. Это самые распространенные оправдания, которые пришлось услышать полицейским в ходе рейда. Тем не менее, за несоблюдение постановления регионального правительства следует вполне реальное наказание. Размер штрафа в каждом конкретном случае определит суд.